Сегодня темой своего разговора хочу посвятить по адаптации учреждений культуры и спорта и дополнительного образования в сфере культуры в условиях пандемии. Все мы прекрасно знаем, как для каждого человека важно социальное его пространство. Как мы все с вами привыкли ходить в магазин, ходить на концерт, приходить в библиотеку, ходить, заниматься музыкой, рисованием, изучать что-то новое, интересное. К сожалению, сегодня в условиях пандемии учреждения культуры закрыты для функционирования с работой с посетителями. Но для того, чтобы остаться и сделать лучше для вас, мы сейчас ведем очень большую работу по трансформации учреждений. Что такое трансформация? То есть мы пытаемся сейчас адаптироваться к вам, для того, чтобы не вы приходили к нам, а мы приходили к вам в каждый дом Десногорска, в каждую квартиру. Десногорская художественная школа и музыкальная школа перешли полностью на дистанционное обучение своих воспитанников. Каждому ребенку даются уроки и образование, то, которое он должен получить, количество часов. Это очень важно, потому что образование не имеет возможности прерываться или быть как-то ограничено, сжато. Библиотека наша, центральная, где мы сегодня с вами находимся, она у нас занялась новыми интересными проектами. Сегодня расскажу один из них. Это новый проект. Он делается совместно с муниципальным волонтерским штабом. Называется «Неформальная библиотека». «Неформальная библиотека» — это один из проектов в условиях пандемии коронавируса. Что мы хотим сделать? В общем-то, это простая идея совершенно помочь людям, которые устали сидеть дома, и перечитали, и пересмотрели все, что только можно, обновить свои книжные пополнения. Мы пытаемся сейчас продумать технологию, чтобы предусмотреть все возможные меры предосторожности доставки литературы на дом. Вам будет достаточно позвонить дежурному библиотекарю, либо дежурный библиотекарь перезвонит и уточнит у вас, нужны ли вам книги, какие книги вам нужно сдать, и какую дату вы выберете для доставки. Книги будут доставлены по вашему адресу. Звоните, пожалуйста, дежурному библиотекарю по телефону. Плюс семь девятьсот пятнадцать шестьсот сорок девять тридцать два пятьдесят. Еще раз повторяю. Плюс семь девятьсот пятнадцать шестьсот сорок девять тридцать два пятьдесят. И книги будут доставлены по вашему адресу. Звоните, пожалуйста, в рабочее время библиотеки и дежурного библиотекаря. с 10 до часу и с 2 до 5.15.